В эфире итоговая информационная программа «Неделя города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели в этом предпраздничном выпуске. В преддверии 8 марта счастливее женщин могут быть только продавцы цветов. Про необычной профессии, которым посвятили себя девушки. В Рязанской филармонии поздравили уважаемых и успешных рязаночек с приближающимся праздником. И Рязанский центральный рынок находится под угрозой исчезновения. В Международный женский день счастливее женщин могут быть только продавцы цветов. Действительно, объемы продаж в праздник 8 марта просто запредельные. Мужчины сметают весь ассортимент цветочных ларьков и магазинов за считанные часы, стремясь порадовать дорогих дам. Женщины, в свою очередь, уделяют большое внимание качеству и подтексту подаренного, пытаясь угадать смысл сокрытой средь цветов. Искусству дарить цветы, увы, современных юношей не учат. Поэтому некоторые из них теряются при виде огромного ассортимента, предлагаемого цветочными магазинами. Немногие из мужчин разбираются в особом языке цветов, как это было принято в прошлые столетия. А ведь с помощью правильно подобранного букетом можно передать огромную гамму чувств. От трепетной юношеской нежности и робкой надежды на внимание, глубокого уважения и дружбы до страстной любви. В викторианскую эпоху цветами можно было признаться в любви, поддержать и даже оскорбить. Цветочный этикет по-прежнему актуален. Ваш букет может о многом рассказать. В качестве подарка для юных девушек отлично подойдут нежные тюльпаны, которые создают романтическое настроение. Тюльпаны – это цветы восхищения и любви. Азалия выражает сдержанность, хротость, мимозы, чуткость и нежность. Праздник весны – это еще один повод наладить отношения. Для любимой преподавательницы подойдет роза или хризантема в горшке. Такой букет будет украшать не только подоконник, но и сад еще долгое время. Каждый мужчина, чей-то сын, брат, возлюбленный или коллега. Выбирая букет к 8 марта, подумайте, какие чувства вам хочется выразить с помощью цветов. Если изучить некоторые правила языка цветов, можно без слов передать послание девушке или женщине, при этом не поставив ее или себя в неловкое положение. Ведь в искусстве дарить цветы важен не только цвет и вид растения, количество и сочетание их в букете. Также в последние годы наряду с традиционными букетами и флористическими композициями особенно популярно дарить растения в горшках, чтобы и после праздника они напоминали женщине о приятных словах и внимании дорогого человека. Выбирать букет для любимой необходимо, исходя из ее предпочтений и ваших взаимоотношений. Узнайте, какие цветы нравятся вашей спутнице. Они должны преобладать в цветочной композиции. Если вы не знаете вкусов любимой, воспользуйтесь беспроигрышным вариантом. Это розы. Для супруги букет из роз должен быть пышным, предпочтителен красный цвет. Это самое настоящее признание в любви. Для любимой девушки, с которой вы пока не связаны брачными узами, подойдут алые или чайные розы. Если в праздник 8 марта вы хотите сделать предложение, выбирайте белоснежные цветы. Их дарят при обручении. Многие девушки царственным розам или лилиям предпочитают простые полевые цветы вроде ромашек. Все зависит от характера и личных предпочтений, которые внимательный мужчина узнает заранее. Если вы хотите произвести благоприятное впечатление на самостоятельную бизнес-вумен, твердо стоящую на ногах и уверенную в себе, выбирайте белые орхидеи, считающиеся символами элегантности и утонченности. Белый цвет всегда ассоциировался с чистотой и невинностью, поэтому юной девушке полной жизни и надежд можно подарить букет ландышей или подснежников, белых тюльпанов и нарциссов. Весна – время пробуждения, цветения и солнечных дней. Такой весенний цветок, как тюльпан, несомненно, является трендом этого сезона. Предрассудки по поводу желтого цвета, как символа разлуки, уходят в прошлое. Желтый цвет – цвет солнца, радости и богатства. Очень популярны сочетания фиолетовых и желтых тюльпанов. Получается очень яркий и оригинальный букет. Букеты из мимозы сами по себе олицетворяют весну и солнце, доставляют массу положительных эмоций своим нежным ароматом. Если же вы хотите порадовать знакомую девушку, не вдаваясь в тонкости древнего языка цветов, дарите разноцветный жизнерадостный букет. Не прогадаете? Конечно, все эти правила – лишь небольшая подсказка для мужчины, который хочет доставить истинное удовольствие самой красивой и милой женщине. Однако из любого правила есть исключения. Самое главное в любом подарке и букете цветов – ваши искренние чувства, милая улыбка и теплые слова. Ни одна женщина перед этим не устоит. Мы продолжаем поздравлять всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. И поэтому решили показать необычные профессии, которым себя посвятили девушки. По уточненным данным, в полиции работает 14% женщин. Представительницы Рязанской кинологической службы рассказали нам о своей профессии, об их взаимодействии с животными и об оперативной службе. Собачий нюх – это лучшее средство при раскрытии преступлений. Практически ежедневно в регионе собаки участвуют в осмотрах места происшествия, помогают расследовать общеуголовные преступления. Они хорошо идут по следу. Каждая собака умеет делать что-то свое. И когда в оперативной деятельности собака ищет, в моем случае, наркотические вещества, она думает, что она ищет либо еду, либо свою игрушку. То есть для нее наркотическое вещество ей совершенно не нужно. И она думает, что именно запахом наркотического вещества пахнет ее игрушка. Поэтому при любом выезде, оперативном или какой-то плановое мероприятие, мы всегда с собой возим вместо пистолета, так скажем, как положено сотрудникам, мы возим корм и игрушки. Очень игривая и радостная овчарка Берта на службе два с половиной года. Чтобы увидеть ее в деле, начальник кинологической службы выдал мне специальное вещество. У меня в руках имитатор наркотического средства. Сейчас я положу его в одно из мест в машине, и мы посмотрим, как Берта справится со своим заданием. Вот смотрите внимательно. Я кладу прямо в бензобак. Сейчас все проверим. Мы спрятали это средство, которое вы мне дали в руки. Покажите, как вы сейчас справитесь со своей работой. Берта знает, что за проделанную работу она получит приз – лакомство или любимую игрушку. Поэтому с радостью ждет начало работы. Где, 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 где? Где, 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 где? Где, 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 где? Скажи, 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 скажи. Молодец, ищи. И здесь наступает поощрительный момент. С места закладки собаке отдается аппорт. Ей не нужен наркотик, ей нужна игрушка. Мы проверили способности Берта еще раз. Произведем еще один контрольный пуск, спрячем чуть посложнее в сауне автомобиля. Под сиденьем. Собака прямо носом показала, где лежит закладка. И вновь игрушка у нее. При каждом выезде происходит именно такая процедура. Эта работа в паре нарабатывается годами. Для того, чтобы обучить животное всем навыкам, Елена прошла школу подготовки специалистов-кинологов в Уфе. По окончании они вместе с Бертой сдавали экзамены. Это действительно очень сложно. И, наверное, если кто-то из девушек подойдет ко мне и скажет, что как тебе работает, я скажу, что это действительно сложно. Потому что в действительности нужно очень много терпения на то, чтобы дрессировать собаку. Но в этом, мне кажется, есть свой плюс, потому что с женщинами, наверное, всегда проще с детьми в воспитании. И, соответственно, с животными. Но и с другой стороны, женщинам сложно в том плане, что с любым животным, будь то кошка, будь то тигр, будь то собака, нужно показывать их характер. А не у всех женщин это получается. По словам Елены, у всех кинологов работа основана на любви к животным. Каждый день она и собаку очень радуются встрече друг с другом. Поэтому их связка дает хороший эффект. В Рязанской кинологической службе работают 15 специалистов. Трое из них – женщины. Начальник подразделения рассказал, что все девушки очень любят свою работу. И, пользуясь случаем, поздравил всех женщин с наступающим праздником. От своего имени, от лица наших сотрудников хочу поздравить женщин, наших сотрудниц, сотрудников полиции. У нас много работает женщин. И вообще всех женщин в частности. Всех с Международным женским днем. Счастья, любви. Ежедневные тренировки, марш-броски и стрельбы на полигоне. Чтобы было легко в бою, все должны быть подготовлены одинаково хорошо. Навыки владения оружием, знания теории и практики. Ольга Федорова – сотрудница ОМОН. С бойцами из своей роты сдает наравне. С девушкой познакомилась Марина Комиссарова. Когда девушка в форме с надписью ОМОН просит правонарушителя следовать за ней, вряд ли даже самый отъявленный негодяй сумеет оказать сопротивление. Особенно если взмах ресниц бойца ОМОН словно у принцессы из детских сказок. Хрупкая светловолосая девушка с ясными глазами и открытой улыбкой, которая встретила нашу съемочную группу, совершенно не вяжется с образом бойца спецподразделения, каким мы привыкли его представлять. Вот почему первый вопрос, который я задала девушке в форме – как же получилось, что вы попали сюда, в спецподразделение? Об этом Ольга говорит довольно скромно. Мол, экономическое образование, аудит, а потом предложили поступить на службу сюда в отряд особого назначения. С тех пор прошло уже 11 лет. Конечно, не секрет, что большинство сотрудников подразделения вообще в органах внутренних дел в основном приходят работать мужчины. Но я думаю, что и женщина может найти свое призвание. Конечно, работая в спецподразделении, нужно обладать некоторыми качествами характера. Это и сила воли, это и дисциплинированность, это, наверное, когда быстрая мобильность, это и где-то возможность быстрого принятия решения правильного. Ну и, конечно, может быть, ну где-то какая-то некоторая жесткость. Несмотря на то, что девушки подразделения обычно не принимают участие в серьезных задержаниях преступников, а чаще участвуют в охране общественного порядка, работа держит их в тонусе и не позволяет расслабиться. Помимо прямых должностных обязанностей, в течение рабочего дня Ольга наряду с коллегами-мужчинами отрабатывает в зале боевые приемы и улучшает физическую подготовку. Или совершенствует технику стрельбы в тире. Собрать и разобрать оружие для нее ничуть не более сложная задача, чем, скажем, приготовить борщ. У меня есть ребенок, мой сын, он знает, что я работаю в спецподразделении, очень много гордится и хочет пойти по моим стопам. Все мы, защитницы Отечества, стоим на страже общественного порядка на работе. Но я думаю, что, снимая погоны, мы становимся обычными, заботливыми женщинами, мамами, любимыми женщинами и заботливыми женами. Даже в самый обычный рабочий день можно ожидать чего угодно. Например, срочный выезд, когда за несколько минут надо собраться и отправиться на выполнение задачи, чтобы признание Ольги приучило к особой дисциплине. Хочется поздравить всех женщин с Международным женским днем и хочется пожелать тепла, семейного благополучия, мира в семье и вокруг нас. Ну и, конечно, какой бы сильной и отважной ни была женщина, хочется пожелать, чтобы рядом с ней всегда было сильное, крепкое, надежное мужское плечо, на которое она может опереться. Испокон веков женщины на Руси были надежной опорой для мужчин и, если нужно, могли взять в руки оружие. Об этом свидетельствуют страницы нашей славной истории. Продолжается эта традиция и поныне, благодаря сильным и красивым девушкам, выбравшим вместо туфель на каблуках берцы, а вместо красивых платьев – военную форму. В Рязанской филармонии поздравили уважаемых успешных рязаночек с приближающимся Международным женским днем. Как заметил губернатор Олег Ковалев, весна начинается отнюдь не по календарю, а именно 8 марта. И в этом году праздник весны для милых дам посвятили кинематографу, ведь наступивший объявлен годом российского кино. Даже в такой пасмурный и слякотный день, как сегодня, залы областной филармонии освещали сотни улыбок наших землячек. Тема кино, как нельзя кстати, сочетается с атмосферой праздника 8 марта. Кинематограф будто бы и создавался исключительно для дам, ведь если подумать, то шедевры российского кино – это одно большое признание женщине в любви. Произнося вступительную речь, Олег Ковалев признался, что волнуется, ведь такое количество прекрасных дам собирается в одном месте, не часто. Вы, женщины, несете в своих сердцах солнечное тепло и свет. Вы украшение, гордость и надежда Рязанской земли, если хотите так. Как губернатор имею все основания утверждать. В регионе нет такой отрасли, экономики или же направления в социальной сфере, где бы на ответственных ролях не присутствовали, не работали женщины. Вы руководите предприятиями и организациями, занимаетесь наукой и бизнесом, учите молодое поколение, лечите людей, судите. На вас посмотрю. И многое другое делаете то, что крайне важно в нашей жизни и что в общем-то в целом определяет саму жизнь. Губернатор в своей поздравительной речи отметил, что сегодня женщины превосходят мужчин в эффективности работы, в исполнительности, в умении принимать ответственные решения и выполнять самые сложные задачи. А порядка в стране в целом больше от того, что есть позитивное влияние женщин. Наша праздничная встреча проходит сегодня не совсем обычно в рамках объявленного года России, года кино в России. И поэтому в этом зале мы увидим на экране, вот вы видите здесь экран, на экране образы, созданные замечательными актрисами. В том числе и нашими, рязанскими актрисами. Женщины всегда очень искренне исполняют свою роль и в жизни, и на сцене. Потому что пропускают все переживания героинь через собственное сердце. А в жизни они волнуются и за нас, мужчин, и за детей, и за свое дело. Поэтому мы всегда будем думать о вас, заботиться о вас. Ценить и беречь вас, дорогие и любимые наши женщины. Признательность выразили мамам, в семьях которых трое и больше детей. Для поддержки семьи и детства, по словам Олега Ковалева, сегодня в Рязанской области делается очень много. За заслуги в обучении, воспитании, творчестве, науке и прочем, где только может проявить себя женщина, рязаночки получили букеты весенних цветов и награды. В свой адрес они услышали много теплых слов, песен в исполнении рязанских вокалистов под аккомпанемент губернаторского симфонического оркестра. И к другим темам этой недели. Арендаторам торговых точек на центральном рынке Рязани объявили о прекращении с ним договора с 1 апреля. Губернатор Рязанской области Алия Ковалев поручил в недельный срок разобраться в сложившейся ситуации. А на владельцы Рязанского центрального рынка заведут еще несколько уголовных дел. Как сообщает информационный сайт РЗН-Инфо, поводом будет доначисление более 2 миллионов рублей налогов по итогам проверок. Но уже известно, что речь идет о десятках миллионов, говорится в тексте сообщения. Проблема, разгоревшаяся вокруг центрального рынка, задела интересы 3000 арендаторов. Некоторые из них более 20 лет уже работают на своих местах. Теперь люди находятся в подвешенном состоянии и не знают, что делать дальше. Не так давно собственник центрального рынка известил этих рабочих о прекращении деятельности рынка. В приказах, которые он разослал людям, было указано обоснование в связи с заведением уголовного дела по неуплате налогов. На самом деле, даже несмотря на налоговую задолженность, центральный рынок имеет право продолжать работать. И чтобы добиться правды или какой-то защиты, арендаторы вынуждены искать помощь. На заседании в областной думе фракция «Единая Россия» обсудила этот вопрос. Представители партии пытаются найти пути решения проблемы. Вчера мы встречались в общественной приемной, встречались с инициативной группой этих ориентаторов. Значит, это были представители города, представители правительства. И такой, в общем-то, идет ненормальный слушок. Или захватить этот рынок, или закрыть. Значит, все было весной. Представители правительства, все заинтересованы, чтобы рынок работал. Тем более, речь шла даже о закрытии мясомолочного, всего этого комплекса. Там более ста лет уже работают. То есть все за, и правительство, и город. Город, чтобы успокоил, на всякий случай уже подобрал места, куда можно этим людям пойти. Было действительно. В эти дни инициативная группа арендаторов рынка, обращаясь к органам власти, получила консультационную помощь. И в дальнейшем, если это будет необходимо, им будет оказана юридическая поддержка. В ходе заседания фракции «Единая Россия» депутаты приняли решение избрать от партии координатора по этому вопросу. Урегулировать конфликт в результате поручили депутату, члены фракции Татьяне Гусевой. На заседании облдумы члены фракции единогласно поддержали это предложение. Еще одной громкой темой этой недели стало сообщение о том, что в Рязанской области многодетный отец покончил жизнь самоубийством. Семья Желтовых стала знаменитой благодаря публикациям в СМИ и на федеральном телевидении. Подробнее о трагедии расскажет Марина Комиссарова. История семьи Геннадия Желтовых стала известной далеко за пределами Рязанской области, когда многодетный отец, в одиночку воспитывающий семерых детей после гибели супруги в автокатастрофе, попал на центральное телевидение. Ровно год назад. О том, насколько кардинально изменится после этого эфира жизнь скромного жителя Ермешинского района, тогда никто не подозревал. Однако все, что происходило далее с Геннадием, напоминало скорее сценарий фильма, чем реальную жизнь. Ну, первый раз, когда я его увидела, он такой маленький, худенький, скромный, такой мужичок. Он сам бы никогда не заварил вот эту кашу. Это все благодаря его вот, получается, теперь уже вдове Марине. Мы узнали о нем и приехали. Сам бы он ни за что бы не позвонил, не попросил помощи, он как-то привык собственными силами справляться и был очень скромен и не любил вот эти вот все огласки. Отзывчивых людей, готовых помочь семье Желтова во всей стране оказалось удивительно много. Из разных городов звонили, присылали детские вещи, констовары, игрушки, деньги в стремлении помочь скромному многодетному отцу-одиночке. Кроме того, в скором времени семья должна была переехать в новый дом в Сасово, пока не случилась трагедия. В февральской ночью в старом доме, где пока проживали Желтовы, случился пожар. Уже выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Как будто какой-то злой урок на эту семью обрушился. У них первой такой вестью неприятной стал пожар в их старом доме. Надо сказать, что после передачи, пусть говорят, им подарили новый дом в Сасово, но туда они еще не успели переехать. Они жили в Ермише. Ночью с 9 на 10 февраля произошел пожар, и дети чудом спаслись. Старший сын Андрей выбрасывал их голыми, босыми на снег, чтобы они не сгорели. После пожара, в котором было уничтожено все имущество семьи Желтовых, детей временно определили в школу-интернат, а Геннадий переехал к Марине, женщине, с которой два месяца назад узаконил отношения. Она и обнаружила тело супруга. Туалет у меня на улице, обыкновенный деревянный, старый дом в деревне, в халате домашнем, в шлюпках. Ну куда? Он в туалете обычно утром сидит. Ну вот ровно пятна вышла, что-то долго нету его. Вышла Гена, Гена, не в туалете нету, нигде нету. Забежала в сарай. У меня там вот из пожара, от пожара. Ну он все железки, может, какие ему надо. Ну не понимаю, он все мотоцикл там чинил. А там вещь есть. По словам Марины, Геннадий крайне тяжело переносил общественные пересуды и очень переживал из-за негативных комментариев в интернете, где анонимные пользователи осуждали семью Желтовых и обвиняли его самого в аморальном образе жизни. Это вот, во-первых, людская зависть, во-первых, вот эти сплетни. А сейчас сгорело все. И вот в интернете после этого, после пожара, я ее носила, я уже и прятала этот компьютер. Он всеми ночами сидел эти комментарии читал. По данному факту, САСовским межрайонным следственным отделом, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована и проводится проверка. Следователями уже проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Также будут устанавливаться все обстоятельства гибели мужчины. По результатам процессуальной проверки будет принято законно обоснованное решение. Вдова Геннадия Марина не может усыновить детей. Официально она безработная. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил организовать и оказать всю необходимую помощь детям из семьи Желтовых, которые остались без отца, руководителям министерств, входящих в социальный блок правительства региона, уполномоченному по правам ребенка Екатерине Мухиной и главе администрации Ермешинского муниципального района. Мало кто знает, что в самом сердце нашего города, практически на площади Ленина, располагается несколько малоквартирных жилых домов. В нашу редакцию обратилась жительница одного из них с просьбой рассказать рязанцам и градоуправленцам о том, в каких условиях ей приходится жить. Пять ступенек до квартиры. Особенность в том, что ступеньки ведут в подвал. Как известно, размещать жилые помещения в подвале в нашей стране запрещено. Марина Дорогова попала именно в ту ситуацию, которую принято называть абсурдной. Она живет в муниципальной квартире, расположенной на цокольном этаже. Считается это историческим памятником. В 20-е годы, в конце 20-х, здесь моя бабушка и дедушка получили жилье. Еще бы это было в советское время. Здесь родилась моя мама, здесь она и выросла. Потом здесь и появилась я на свет. И вот я здесь проживаю довольно-таки уже многое время. Я хочу сказать, что в то время, которое нас называют советской властью, за этими квартирами действительно следили. Тут постоянно ремонтировали. Их действительно каждые три года делали капитальный ремонт. Но в связи с новой властью это у нас все прекратилось. Приватизировать собственную квартиру Марина не может. Нельзя приватизировать подвальное помещение под жилье. Капремонт 300-летнего памятника архитектуры, в котором сегодня проживает 4 семьи, не проводили около 30 лет. Женщина собирала межведомственную комиссию, по решению которой выяснилось, что в таких вот нечеловеческих условиях жить можно вполне неплохо. Так что нечего тут усложнять. Комиссию создали очень оригинально. Секретарь комиссии Алиева Елена Валерьевна просто решила это дело взять на себе. Откровенно саботирую постановление правительства и жилищный кодекс Российской Федерации. Квартиру моя непригодной, как и положено по закону, признавать никто не собирался. Я так и поняла, это было понятно с самого начала. Комиссия вынесла решение сделать капитальный ремонт на том основании, что постановление 47-го не распространяется на мое жилье. И это является абсолютной ложью. Пункт 2-й там все четко прописано. У меня просто вопрос, почему выносят такие постановления и выносят люди, которые в глаза не видели моего жилья. Четыре года назад стена квартиры этажом выше рухнула. Период восстановления постройки был тяжелым и болезненным, но он уже позади. Плачевное состояние жилья можно наблюдать с любого ракурса. Обои не держатся на промерзших стенах. Грибок и плесень обосновались в каждом уголке квартиры. Напор воды больше напоминает слезы котенка. Проводка на ладан дышит. Крысы себя как дома чувствуют. От вечной влажности электроприборы давно вышли из строя. И ситуация продолжает усугубляться. Произошло обрушение жилой стены нашего дома. Стена была несущая. Моя квартира оказалась завалена обломками стены. И на протяжении очень долгого времени помощь мне никто вообще не оказал. Мне и потом даже помощь не оказали. Мне сказали, что это моя проблема должна разбираться сама. Хотя моя квартира оказалась под завалами. Потом более-менее постепенно обломки стали как-то уносить, разгребать. Но мне помощи так и не было оказано. Квартира полтора месяца находилась у меня практически в воде. Потому что лили дожди, а вверху, где произошло обрушение, у меня практически крыши не было. И вся вода, и весь дождь был в моей квартире. Я вообще рассчитываю на таких условиях. Это, я считаю, откровенное уничтожение жителей города. Многочисленные письма во всевозможные учреждения правоохранительной сферы пока остаются без ответа. Роспотребнадзор признал помещение непригодным для жизни. Но что он, этот Роспотреб, целым городским чиновником, решающим судьбы людей с щелчком пальцев. И лишь суд сможет поролить свет на темный подвальный коридор. Но откуда у пенсионерки деньги на судебные тяжбы и адвоката, когда за муниципальный подвал, в котором нельзя жить по закону, ей приходится платить по 4 тысячи рублей ежемесячно. Плата за коммунальные услуги, за проживание там, где жить нельзя. Замкнутый круг не иначе. Во все времена хранительницами мира и Чига в каждой стране, городе и доме является женщина. В канун праздника мы поздравляем всех прекрасных виновниц торжества и хотим пожелать здоровья, любви и гармонии. Будьте счастливы. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Хороших вам выходных и весеннего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok